Уважаемые коллеги, существует серьезная функциональная связь физиологии с социальными процессами, это знают все. Когда в основе тех или иных социальных систем лежит физиологическая закономерность, то она обеспечивает и эффективность деятельности человека, и его здоровье, и как бы этот вопрос становится малоинтересным даже для перегретых политиков. Все прекрасно помнят проблему прошлого века, это продолжительность рабочего дня. Я не буду рассказывать эту историю, все знают. Когда учли законы физиологии, полученные учеными Сечина и так далее, которые в основу длительности рабочего дня положили работу сердца, соотношение напряжения и расслабления, то есть одними к двум, получили восемь часов. И сразу же, так сказать, с политической арены исчезла эта такая горячая доминанта, и уже никто к ней как бы не возвращается. Сейчас вот такой точкой возникло в наше время. Это продолжительность жизни, продолжительность жизни на пенсии, и возраст только на пенсии, и как быть дальше. На самом деле, действительно, люди как бы стали жить дольше. Это объективный фактор во всех странах. Но есть одно «но», которое привлекает внимание многих и ученых, и общественности, и СССР и так далее. Как быть с людьми старшего возраста в настоящий момент? То ли они должны отдыхать, если это позволяет, так сказать, ресурсы, то ли они должны работать. И вообще, если у них пенсия, как раньше шутили, человек живет 4 года в своей жизни, это 2 года до школы и 2 года после пенсии. Но на самом деле, как показано, дальше покажу, есть продолжительность жизни средняя, это когда ожидаемая жизнь. И продолжительность жизни пенсионеров, она отличается. И на самом деле, те люди, которые прошли вот это СИТО, они имеют другую продолжительность жизни. То есть и в развитых странах, и в малоражных техниках и дальше, разный экономический уровень. Все равно после пенсии люди живут, там с разными шагами дальше покажут, там от 12 до 20 лет. Не так 2 года, потому что, когда приводят в продолжительность жизни средняя, то это не продолжительность жизни пенсионера. А говорят о продолжительности жизни пенсионера. И получается, вот следующая история, что с одной стороны нет ресурсов, нет восстановления потенциала. Вот, кстати, та же Германия, она регулярно помощает в большом количестве миграторов, поэтому она и не держится. Кризис кондиционной системы, увеличение спроса на работников массовой профессии на фоне девальвации многих массовых профессий. Изменение новых технологий, люди должны работать по новым алгоритмам и необходимость постоянного, так сказать, обучения и переключения. А что касается физиологии, это медико-биологическая целесообразность труда пожилого человека. Потому что получено на разных агентах, если человек не работает, то он деградирует, если он перерабатывает, он стареет, еще быстрее умирается. Это точно нужно определенный баланс. Как сказал она, так и следует, что работает полдня, вернее, полсмеры, да, получает почти полную зарплату. Но до такой квалификации нужно, как говорится, добиться. Это же на заводе Тойота показано, на заводе Германии и так дальше. Когда есть высококвалифицированный рабочий пожилой, он обеспечивает свою зарплату высокой эффективностью и квалификацией труда. Но это не большой процент рабочий, понимаете? То есть это все на самом деле очень непросто. И в этой связи, сейчас вот показано, видите, ожидаемая продолжительность жизни на пенсии у людей в разных странах. Это данные официальной статистики, которые показывают, что в принципе достоверно не отличаются. Хотя достоверно отличается средним продолжительным жизнением в Украине и Германии. Но когда на пенсии, то там различия не такие драматичные. Но тут важно еще соотношение людей, работающих и не работающих. Как видно на слайде, что это тоже драматическая ситуация. И каждый, как говорится, должен себе завтрак готовить сам. Потому что не получается иметь обслугу всем. Не получается иметь большие ресурсы всем людям. И поэтому ситуация сложилась такая, как есть. И вот Линда Фрайт сказала, что мы добились увеличения продолжительности жизни на 50% за последние 100 лет. И это является таким базисом для современной жизни. Но вот как с ним справиться, остается, так сказать, вопросом. И я пропускаю такую методическую часть, и я хочу остаться вкратце вообще на основных показателях. А потом, что, как говорится, из этого следствия. Ну, здесь показано, ну, здесь сила обследования людей разного возраста и разных профессий. То есть общая тенденция снижения этого показателя. Тоже касается выносливости. Есть, конечно, некие отличия людей, занятых на производство. Потому что у них есть эффект тренировки. И поэтому могут быть недостоверные различия в возрастных группах. Также речь идет о неких гендерных отличиях. То есть у женщины преобладает сохранение выносливости мышечная. А у мужчин большие показатели мышечной силы и разброс этого показателя. Дальше покажу интегральный, так сказать. Тоже касается максимального потребления кислорода в зависимости от профессии, образа жизни. И показывает тренировочный эффект. Вот, как в докладе профессор Шатила, что если люди ведут здоровый образ жизни и поддерживают физическую трудовую активность, то у них идет сохранение этого показателя. Вот, видите, изменение физической реабилитационности у женщин по показателям мышечной силы и выносливости. У них эти показатели в балансе и достаточно долго сохраняются на протяжении жизни. Дальше психомоторика. Это очень важный момент. Потому что если раньше преобладали физические компоненты труда, даже в прошлом веке стандарт грузчика был мешок, в зависимости от страны, там метрической системы 96-100 килограмм. Сейчас этот показатель составляет 25 килограмм. Почему? Потому что на самом деле сейчас много всего роботизировано, и перемещать такие тяжести и вводить их в стандарт не имеет смысла. Тем более, что у нас были коллеги на одном из заводов, он не завод, а вот, как одесский пепортовый завод, ну такой, с нагрузкой в порт, по сути дела, склад. Работает, у нас в Одессе работал, когда там живой был завод, да, где-то 2000-3000 человек, что-то такое. Сейчас вот такой завод им показали, работает 9 человек. Причем роботизация доходит до того, что вот демонстративно разорвали мешок этого самого сахара. Робот это все убрал примерно за 10 минут и еще и еще посеял. То есть колоссальные сейчас подвижки в этом деле. То есть к чему я говорю, что возросла компонента интеллектуальная, когнитивная труда, то есть физическая снизилась в 10 раз, а нагрузку на такую, на квалифицированную, так сказать, когнитивную, на функции памяти и снимания, возросли тоже в разы. Вот, ну то же самое показано, зрительно-моторная реакция у мужчин и женщин. Это такое время реакции. Ну это тоже как стратегия выполнения задания. Тоже раньше были моменты, допустим, обхода и повышения сроков произведения труда за счет квалификации. Женщины-секретарши, которые имели возраст выше, чем молодые, печатали быстрее. Почему? Потому что они запоминали поле и потом как бы печатали из памяти. А когда начали показывать просто по одной букве, то они, ну и скоро спечатание сразу же упало относительно молодых сотрудниц, которые, ну, в реале, печатают медленнее. То есть это стратегия выполнения задания. О чем это говорит? Что тоже есть такие моменты, когда организм адаптируется и, несмотря на возраст, показывают высокие результаты. Имеет значение темп работы, его восстановление и... В зависимости от режима. Значит, что получается? Что чем больше, ну, это опять же до определенного периода, до четырех периодов нагрузки, то имеет значение возрастной фактор. И напряжение. То есть в режиме дефицита времени, напряжения, внимание, все такое, лица старшего возраста могут работать не все, а всего лишь 13% дальше. Вот. То есть тут мы слайдно показываем объем работы, в зависимости от этих режимов, которые я упоминал. Вот работники старшего возраста, вот светлые такие колоночки, это молодые, так? И вот время решения тестовой задачи, вот доля ошибок. И интегрирующая, сейчас вам покажу. Вот. В зависимости от этого возникает тот или иной результат. Кроме того, вопрос, тоже здесь когда мы обсуждали, вопрос обучения-переобучения. Сейчас возникла катастрофическая ситуация с обучением не только у молодых, не только пожилых людей, но и молодых. Я имею сейчас возможность больше убедиться, так как преподаю на капитале физиологии. Я хочу вам сказать, что катастрофическая картина заключается в том, что 90% Станин Михайлович, студентов не читают. Понимаете? Не читают ту литературу, которую они сдают экзамен. Они дергают из интернета там какие-то цитаты. Ну, сейчас с этим жестко борются, с телефонами и все. Но это тоже, как-то сказать, отдельный разговор. То есть на самом деле люди разучились учиться, 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 как говорил Классик. А это иначе не бывает. И в результате вы же знаете, какие сейчас выходят новые виды книг с инфографикой. То есть все доходит до комиксов, каких-то гуклиниксов. Самого текста почти в новых книгах нет. Есть какие-то схемы, стрелки и так далее. То есть это очень серьезная и глобальная задача, Саня Павлович. И для молодых, ну, поживых меньше, у них традиция все-таки сохранилось, чтение в какой-то степени. Поэтому сейчас, когда проанализировали эти данные мировой литературы, что делать с теми учениками, которые не доучились. Значит, им нужно буквально представлять инструктора. То, что мы получили для пожилых, вот здесь видите, сейчас, извините, как лучше осваивать. Ну, пожилые, в общем, лучше осваиваются инструктором. Тот или иной трудовой алгоритм. А сейчас это выходит, что это уже нужно начинать с молодых. То есть он не доучился в университете, он должен прийти, его, ну, я так утрирую, ситуацию за ручку, вводят по торговому процессу и обучают вновь с живым человеком и все такое. Не компьютеры, не инструкции распечатанные, а вот в интерактивном режиме с реальным таренингом, так сказать. Так, ну, это стресс, дефицитеринги, мы уже говорили, и вот в зависимости надежности, продуктивности и устанавливания деятельности женщин и мужчин в зависимости от возраста. Тоже интересный факт. Сейчас женщины выступают отдельным таким трудовым ресурсом. Почему? Потому что у них в среднем показатели все взвешены, в среднем образование выше, состояние функционального возраста, биологического возраста лучше, они ходят даже в зал, тренируются в бассейн, и у них, получается, при тех сниженных сейчас параметрах физических ограничений и лимитов, которые были в прошлом веке, они получили открытую дорогу в тех профессиях, которые раньше попадали только в мужчины. И они эту успешную нишу заполняют и назвали даже этот бунт бабушек на зарубежном как-то. И таким образом мы получаем следующую картину. У мужчин другая история, значит, у них есть какие-то успешные люди, а остальное такое в кавычках болото, извиняюсь уражения. То есть реализация, себя за здоровьем и так далее, и так далее. Ну, возрастная динамика на водоспособности следующая. Это я хочу подвести опять же к тому моменту, где же вот этот резерв и что мы можем из этого, так сказать, изъять, из этого результата. Получается, что вот та часть, которая опирается на квалификацию на квалификацию и на возраст, на физиологические возможности, вот она в этом где-то секторе, приблизительно там 20, скажем, 45-50 лет. Дальше же считаются пожилые, где работники старшего возраста. А здесь это уже только в основном квалификация компенсирует. и вот у нас я сейчас плавно перехожу к следующему докладу. Водоражил все время мысль, которую все время высказал Дмитрий Федорович Батарев со Стержицкой еще в 72-м году про остаточную водоспособность. То есть они понимали, что люди постарее и все, но что-то у них осталось. И был термин такой виден, но он не был количественно охарактеризован и нас это страшно заинтересовало. тем более, что сейчас это очень и очень актуально. Ну вот видите, как найдет результаты, что снижается водоспособность в зависимости от активности и темпа вставления и так дальше. И получается, что использование вот этой остаточной водоспособности должно ориентироваться на сохранение здоровья и так дальше. То есть с одной стороны он должен тренировать человека, с другой стороны он должен дать какую-то продукцию и не унитать свое здоровье. И поэтому мы с Еленой Сергеевной стали разрабатывать эту тему остаточной водоспособности и сейчас и сейчас перейдем другую докладку. где она будет? отец. Спасибо за субтитры и за субтитры и за субтитры Продолжение следует...